Ну что, ребят, я это сделал, мой эксперимент, который у меня родился так совершенно невзначай, попробовать максимально быстро прокачаться до 10 уровня, я себе ставил срок за 2 недели, за 14 дней, и в итоге я это сделал за 10 дней. 10 дней, не целыми днями играя, а всего по 2,5-3 часа, то есть то время, которое реально уделить игре, если у вас вечерок, так сказать, свободен. Как это происходило, вы можете посмотреть на канале, все, так сказать, записано, каждый стрим по прохождению, теперь есть в отдельном листе, прокачаться с 1 по 10 левел за 2 недели, теперь вы сможете все моменты, с самого начала, от настроек игры, как я там себе все это настраивал, как мы готовились, выбирали, почему китайскую ветку, потому что, опять же, на первом же стриме вы выбирали именно эту ветку прокачать, именно китайские ОБТ, ну и в принципе мне было интересно. И я честно, я сам в шоке, я просто в шоке, я понятия не имел, что за 14 дней вообще это можно сделать или нет, это было исключительно такое время, которое я из головы взял, думал, у меня есть время до следующего боевого пути, типа я как раз все это сделаю, примерно за 2 недели, а если не сделаю, то как бы ладно, там посмотрим. А в итоге это получилось еще быстрее. Как это происходило, что, какие главные вещи я для себя отметил и какие главные вещи я, собственно, использовал для максимально быстрой прокачки, давайте пройдемся. Вот он, красавец, Type 99A2, путь пройден, давайте посмотрим, как это было, собственно говоря, вот она линейка, здесь был, конечно, пробел по технике, потом мы перешли на верхнюю ветку китайцев и, собственно, все, 10 дней, 10 левел мой. Давайте пройдемся сейчас по еще раз всем моментам, что я использовал, чтобы максимально быстро это все дело сделать. Ну, во-первых, премчик, естественно, премчик, премчики, как я уже говорил, как и все, что у меня сейчас я вам буду показывать, можно бесплатно получать, это уже доказано было на стримах. Собственно, прем-статусы накапливаются постепенно из различных событий, кейсов выпадают и не купив ни одного дня этих премов, у меня их вот сколько скопилось, поэтому, естественно, врубаем премы, едем дальше, здесь ячейка с ускорителями, опять же, падают из различных заданий, кейсов там и так далее. Здесь, естественно, тоже есть очень крутые ускорители, которые нужны обязательно для того, чтобы максимально быстро прокачиваться, причем можно воткнуть два каких-нибудь разных, которые будут приносить, и здесь будет опыт приносить, и здесь будет приносить опыт, то есть в две ячейки закидываете, причем есть, которые ускорители подешевле, есть, которые подороже устанавливаются, то есть, к примеру, вот этот ускоритель, он будет 25 голды всего стоить, если, например, вот такой воткнуть сюда, то это сразу 100, то есть это еще один момент. Далее, Максимилиан Кионик, либо Федор Соколов, либо сейчас подъехал новый командир, Самуэль Торп, опять же, очень важный перк к получаемому опыту. За это время я успел его до лейтенанта прокачать, и он дает плюс 35% к получаемому опыту, ту поставлю, постоянно ставил на все УБТ, которые, вот, которые, все машины, которые обкатывал, все, на всех его ставил, во всех боях был именно он, неплохо прокачался за это время, ну и, соответственно, давал опыта. Естественно, то же самое, втыкаем именно жетоны, которые работают на один бой. Опять же, падали с различных кейсов, единственное, что, наверное, мне подогнали, это несколько кейсов, которые были, опять же, из предыдущих каких-то событий, на праздники раздавали, в которых были платиновые контейнеры, из которых выпадали ускорители вот такие, и немного там выпадала, бывало, репутации. То есть, это вот то, что мне, так сказать, немножко сверху насыпали, то, что не я заработал, скажем так. Так что, вот, единственное, наверное, какой-то был такой посторонний буст, это вот эти как раз кейсы, в которых упали ускорители, ну, опять же, все эти ускорители, тем более, сейчас идет Боевой Путь, из которого тоже, в принципе, на каждом уровне падают вот такие платиновые контейнеры, из которых выпадает куча всего. Так что, опять же, если вы это видео смотрите, когда Боевой Путь идет, Боевой Путь шикарный, опять же, ведь для того, чтобы и быстрее, в том числе, прокачивать вам технику. Ну и, собственно, все. То есть, это весь, так сказать, успех, весь секрет. Это жетоны, командир, ускорялки, прем-статус. И, конечно, желательно, естественно, не без этого, прямые руки. От того, сколько вы будете набивать урона в бою, сколько вы будете делать в бою фрагов, зависит нехило так опыт. Вы можете на одном и том же танке, к примеру, на 10 уровне, вы можете получить 5000 опыта, можете получить 30 тысяч опыта с одного стандартного боя в ПВП. Это естественно. А, ну и как, подождите, еще маленький нюанс, да, которым я пользовался. Не все это, подождите, это не все. Все, естественно, сбиваем Икс-2, Иксы. Сбивать Иксы обязательно. Иксы, например, вот здесь, в ПВП Икс-2. Потом я использовал обязательно, Иксы сбивал в спецоперации Икс-4. Раз в три дня доступно, обязательно просто для снятия. И, как только вы, что самое главное, я прошел, чтобы вы понимали, девятый уровень, ну это, конечно, полный бред, но это работает. Чтобы вы понимали, у меня ушло на восьмом уровне, на тайпе 99, 41 бой. На девятом уровне я прокачал девятый левел за 7 боев ПВП. Почему? Собственно, потому что, как только вы добираетесь до девятого уровня, до девятого уровня все, в принципе, довольно быстро прокачивается. На восьмерке я дольше всего сидел. Как только вы добираетесь до девятого левела, у вас сразу же появляется в доступе замечательнейший режим. Он доступен для Альянса, но есть нюансы. В общем, героический режим спецоперации. Благодаря этому режиму я просто девятку сразу наполовину прокачал, чисто пройдя четыре главы спецоперации. Кто не в курсе, что такое спецоперация, как ее проходить, есть на канале видео по прохождению. И, в общем-то, чтобы ее запустить, нужно либо, чтобы вы были в Альянсе, либо тот, кто создает взвод, был в Альянсе. А вы к нему просто присоединились на любой машине девятого и десятого уровня и полетели. Это просто имба для прокачки девятых и десятых уровней. Это просто имба. Обязательно пользуйтесь этим вариантом. Вот теперь, пожалуй, все. А, ну и опять же, нет, не все. Еще один режим, который надо упомянуть, естественно, это столкновение. Да, столкновение, можно сказать, как и героика, работает только на девятом-десятом уровне. В принципе, на восьмом уровне я подключал этот вариант, просто брал во взвод кого-нибудь, кто берет девятку, и нас закидывало. Икс-2 в столкаче очень хорошо падает опыта, так что тоже отличный вариант для того, чтобы ускоряться. То есть, в принципе, сбивать иксы в ПВП, если вы играете в ПВЕ, использовать столкач на восьмом уровне и выше, использовать спецоперацию, использовать героическую спецоперацию, и вот это все позволит вам максимально быстро прокачиваться. Так что, можно сказать, уверенно, что с первого по десятый уровень я прокачал технику за 10 дней, еще раз, играя 2,5-3 часа в день. Это реально. Если вы новичок, то в целом, ну, можно так. Теперь я могу с уверенностью сказать, что любой игрок, который появляется в этой игре, сможет себе вкачать десятку за месяц. То есть, это вот прям с запасом, учитывая то, что вы новичок, у вас там вообще ничего нету, вы плохо играете. За месяц это реально сделать. Но я это сделал за 10 дней. Так что, ставим лайкосы за этот эксперимент, не забываем подписываться. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok